Братья, воины, защитники Отечества нашего! В вашем лице я обращаюсь ко всем вооруженным силам России. С праздником, с тем святым и великим днем, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага. Дорого обошлась победа нашему народу. Но эти жертвы не были напрасными. Это не просто несчастный случай на дороге, когда человек и родственники особенно не знают, почему все это произошло. И почему оборвалась чья-то жизнь. Это был сознательный подвиг людей, которые шли навстречу морю огня. Не убоялись на первом этапе военных действий бросить вызов во многом превосходящему в силах противнику. И они отстояли наше Отечество трудом невероятным, героизмом беспредельным. И мы с вами являемся наследниками этой победы. Один тот факт, что мы в ряду тех, кто после этих великих и славных людей призваны защищать Родину, должен мобилизовывать наш дух, укреплять нашу любовь к Отечеству, делать нас бесстрашными и сильными, способными, как и предки наши, защитить Родину, если это потребуется от любой вооруженной силы. Вот, собственно говоря, на силе и мощи вооруженных сил Отечества нашего и основывается наша подлинная независимость. Мы относимся к числу очень малого количества стран, которые являются независимыми. Их пальцем одной руки можно пересчитать. И Россия среди подлинно независимых стран. И для того, чтобы мы действительно ни от кого не зависели, для того, чтобы мы были свободными, для того, чтобы мы могли устраивать свою жизнь по воле нашего народа, и должны быть непобедимыми наши вооруженные силы. Всем вам желаю мужества, сознания важности, возложенной на вас миссии, а в вашем лице призываю благословение Божие на все вооруженные силы России. Храни вас всех, Господь! Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, дорогие отцы, матушки и гумени, всех вас сердечно поздравляю с Днем Победы! Церковь в то время, когда осуществлялись эти грозные военные действия Второй мировой Великой Отечественной войны, была не в самом лучшем положении, если учесть, что этим годам предшествовало открытое гонение на церковь со стороны власти. Еще многие священнослужители находились в заключении. И еще на многих была печать тех, кто страдал невинно. И вот, по всей вероятности, враг рассчитывал, что уж кто-кто-то, а уж христиане Советского Союза, наверняка отвернутся от власти и не будут ее поддерживать. Как можно было поддерживать ту самую власть, которая уничтожала веру и церковь? И что же произошло? Несмотря на эту скорбь, несмотря на то, что еще и в начале 40-х томились в заключении нашей архиереи и священники, русская православная церковь устами своего предстоятеля, митрополита Сергия, в первые часы вооруженного конфликта, когда еще политическая власть не сформировала своей позиции, митрополит Сергий выступил с историческим заявлением, где призвал всех православных христиан защищать свое Отечество. Вот это и был пример беззаветной преданности народу и стране и героический по-своему поступок. И этот поступок, несомненно, как слова митрополита Сергия сказаны и в первый день войны, они легли на душу многих и многих людей и вдохновили на защиту Отечества. И знаем, какую важную роль сыграла русская православная церковь в мобилизации духовных сил нашего Отечества, в патриотическом воспитании и воинства, и народа нашего. Дай Бог, чтобы никогда ничего подобного больше не повторилось, в том смысле, чтобы никто более не посягал на священные рубежи нашего Отечества. Но для того, чтобы было так, страна должна быть очень сильной, потому что не нападают на того, кого боятся, а боятся того, кто силен. И вот эта сила народа, сила вооруженных сил, духовная сила наших людей и должна быть той крепостью, которую побоялся бы переступить даже самый дерзкий противник. И поэтому молитва наша сегодня о предцветании Отечества нашего, молитва наша сегодня о президенте нашем, о властях, о воинстве, о всем народе, чтобы Господь помог нам быть всем в единомыслии, дабы быть способными действительно на невидимом духовном фронте и молитвой, и словом защищать наше Отечество. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Победы. Христос Воскресе! Христос Воскресе!